Девушки отдыхают Влад Соколовский на песню «Город» эксклюзивно, только в эфире РУ-ТВ. Поехали! Как-то слишком быстро время летит. Кажется, что совсем недавно трехлетний малыш Влад Соколовский выходил на сцену с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым под зажигательную «Зайка моя». Эй! Эй! Я начальник слуху сплю, потому что тебя люблю, потому что это надо, я тебя люблю. А с тех пор уже прошло 20 лет. Звучит слишком серьезно для 23-летнего юноши, но Владу действительно есть чем похвастаться. В свои столь юные годы он успел покорить сердца миллионов. За его плечами и даже ногами десятки именитых хореографических студий. Концертных выступлений и, конечно же, телевизионные шоу. Главную роль в его певческой карьере сыграл проект, который помог раскрыться 30% артистов российской поп-сцены «Фабрика звезд». Именно в рамках этого шоу состоялось первое выступление группы «Биз», в состав которой вошли Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев. Это событие стало мощным стартом в карьере Соколовского. За два с половиной года существования группа стала лауреатом многих премий, в том числе таких престижных, как «Золотой граммофон». Но несмотря на большую популярность и любовь среди фанатов, проект «Биз» прекратил свое существование. Можно сказать, на самом старте. В начале лета 2010 года ребята заявили о своем распаде. А причину никто до сих пор толком не знает. Поговаривают, конечно, что второй солист группы Дима поймал, так сказать, звезду. Эх, и такое бывает. Именно тогда Влад Соколовский принял обоюдное решение с Константином Меладзе продолжить сотрудничество, но уже в качестве сольного исполнителя. Продюсер Я никогда не мог предположить, что моей первой наградой в жизни будет награда в номинации «Палата номер 6». За самый сумасшедший клип по версии телеканала. А также «Самовар» за абсолютно эксклюзивную номинацию. Лучший фан-клуб года. Фан-клуб Влада Соколовского. Фан или профан, которая доказала безграничную любовь поклонников Влада. Вы сегодня лучшие! И вот уже сегодня он создает свой седьмой по счету видеоклип. Съемочный процесс в этот раз получился очень долгим и растянулся аж на 4 дня. Главная причина этого – множество локаций и уже довольно короткие весенние ночи. Пять, шесть, семь, восемь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз. Пока со мной ты так будет всегда. Ведь ты со мной и так будет всегда. Я тебя поздравляю, конечно, со съемками клипа. Я знаю очень хорошо, что это значит для артиста. Вы снимаете уже второй день. Мы уже второй день, и я боюсь, что на этом все не закончится. В смысле, будет третий? Может, будет и четвертый. Новые видеогорода продолжают раскрывать Влада зрителям, как танцора, равного которому в российском шоу-бизнесе нет. Песня была написана украинским автором под псевдонимом Тайга и выдержана в лучших традициях мирового танцевального мейнстрима. Впрочем, самые горячие подробности мы сейчас узнаем из первых уст. В чем идея клипа? Ну, песня называется «Города». И, собственно говоря, я не мог себе позволить отснять клип где-то в студии или в каком-то просто помещении. И мы переходим с локации на локацию, мы снимаемся в депо, мы снимаемся в трамвае, в, я не знаю, на пешеходных мостах, в переходах. И много-много, огромное количество локаций. И финальная вот эта вот красота. Режиссером видео стал известный фотограф Игорь Лобанов, который решил попробовать себя в ампула режиссера. И получилось у него это отлично. Хочется сказать о режиссере этой картины. Он у нас дебютировал, и это очень круто. Это Игорь Лобанов, который ранее занимался всегда фотографией, собственно, он и продолжает этим заниматься. Но он решил открыть себя еще с новой грани, и у него это блистательно получается. Ну вот, ему удалось собрать потрясающую команду, таких прямо энтузиастов, которые готовы работать. И, по-моему, это первые съемки, на которых я, ну, мало заморачиваюсь о времени. Потому что если надо снимать два дня, значит, мы будем снимать два дня. Если надо снимать четыре дня, значит, мы будем снимать четыре дня. Потому что я и Игорь у нас мнение таково, что главное – это результат. А сколько займет это время, я не в курсе. Ну, во-первых, я хочу тебя поздравить с дебютом, потому что это твое первое видео, твой первый видеоклип. Расскажи мне, как так получилось, что от фотографии ты пришел к видео? Вы знаете, я всегда боролся и борюсь с собой, со всеми за красивую картинку. И картинка может быть не только фотографией, но и видеоряд может построен быть на очень хорошей картинке. А что касается конкретно этого клипа, мы с Владом, обсудив кое-какие детали, поняли то, что наша энергетика, она просто взрывает и дает результат, потому что обязательно нужно снять на эту песню клип. Клип, он весь, практически весь поставлен на танцы. Ну, собственно, почему? Потому что у Влада потрясающая хореография, потрясающий синхрон, командная работа и с танцорами, и в принципе в команде с Владом работать очень удобно и комфортно. Мы настолько впечатлились идеей, настроением сегодняшнего видеоклипа, что решили даже прокатиться по ночной Москве и показать вам безумно красивую панораму, которая открывается на Москва-Сити. И где-то там, на 62-м этаже в башне Федерации, свой видеоклип только что снял Влад Соколовский. Съемки закончены, приятная усталость и, конечно же, надежда на то, что этот видеоклип получится суперкрасивым. Ну, а прямо сейчас вы увидите, что все у этого получилось. Итак, смотрите видеоклип Влада Соколовского в эфире РУ-ТВ.